Международный аэропорт Шереметьево по случаю своего дня рождения провел масштабное мероприятие, пригласив около сотни фотографов и представителей СМИ. В главной воздушной гавани страны, которой в этом году исполняется 58 лет, побывала наш корреспондент Юлия Смогринская. Листая страницы летописи, в первую очередь вспоминаем 11 августа 1959 года. Именно в этот день авиалайнер Ту-104 совершил рейс в Ленинград-Москва и приземлился на Шереметьевском аэродроме. С того момента на протяжении более полувека Шереметьево встречает и провожает гостей. Аэровокзальный комплекс Шереметьево-1, открытый в 1964 году, стал своего рода архитектурным прорывом в нашей стране. За более чем полувековую историю аэропорт стал крупнейшим авиаузлом страны и мира. Согласно мониторингу, ACI Шереметьево является самым динамичным аэропортом Европы по итогам первого полуводия 2017 года. Аэропорт Шереметьево стал крупнейшим по пассажиру потоку, по площади аэровокзального комплекса, по грузопотоку, по взлетно-посадочным операциям. Самое главное, лидером по качеству. Мы признаны европейским лидером по качеству. В течение последних пяти лет мы занимаем ведущие строчки в рейтинге ACQ-ACI. Это, пожалуй, крупнейший и самый авторитетный рейтинг. Посетить новые инфраструктурные объекты аэропорта смогли фотографы и представители прессы. В рамках спотинга им была предоставлена возможность заглянуть в ангар технического обслуживания самолетов, сделать фото у авиалайнеров и познакомиться с членами экипажа. Кто-то осуществил свою давнюю мечту и побывал в кабине пилота самолета «Суперджет». Самой впечатляющей частью программы стало посещение летного поля, где можно было насладиться зрелищным процессом взлета железных красавцев. Фотографам предложили оценить архитектурно-планировочное решение и дизайн интерьеров, строящегося к чемпионату мира по футболу терминала «Б». Он рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год. Спустились мы и под землю, чтобы своими глазами увидеть уникальный межтерминальный тоннель. Его строительство длилось два года. Прокладка двух тоннелей пассажирского и багажного – 1936 метров каждый – осуществлялась под действующими взлетно-посадочными полосами. Уникальный переход станет связующим звеном между северной и южной частями аэропорта. Это позволит объединить аэровокзальный комплекс под одной крышей, обеспечит оперативную транспортировку багажа и пассажиров. Внутренний диаметр тоннелей составляет 5,4 метра, наружный – 6 метров. Время перемещения из одного терминала в другой составит не более 50 минут и увеличит оперативность трансфера пассажиров. Масштабная программа развития и модернизации международного аэропорта Шереметьево рассчитана до 2026 года.